Семейные ценности В этом году в штате Мэриленд США был принят закон, обязующий платить дополнительный налог холостяков и бездетных вдовцов старше 25 лет. Свидетельство о похожем случае в Болгарии сохранилось в брачной газете за 1909 год. Конвент революционной Франции обложил незабракованных мужчин двойным налогом. Муссолини в Италии вводил подать за неоправданное безбрачие. Налог на бездетность был и в Монголии, а в СССР он просуществовал с 1941 года вплоть до начала 90-х. Одиночки и малосемейные граждане делали дополнительные отчисления в пользу многодетных матерей. Призыв вернуться к прошлому в современной России уже озвучивали. Одна семья, один ребенок – один из главных политических принципов Китая. По официальным данным, с 1971 года врачи провели 336 миллионов абортов. Еще почти 200 миллионов мужчин и женщин прошли стерилизацию. Сейчас в Китае занимаются пересмотром демографической политики. С 1996 года в городе Тяньцзинь ввели налог на сожительство. Пары, не оформившие свои отношения, официально платят 1000 юаней или примерно 120 долларов в год. При этом для проверки и назначения выплаты достаточно доноса от соседей. В Испании в средние века, если на престол вступал холостой правитель, взимался специальный налог – туфля королевы. Он шел на свадьбу. И это при том, что существовала аксиома «у королевы нет ног». Из-под платья женщины, имеющей хоть какие-нибудь социальные претензии, виднелись максимум кончики ее туфель. Самая нашумевшая церемония нашего времени – свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, на которую по самым скромным подсчетам было потрачено около 50 миллионов фунтов стерлингов. Британская монархия остается самой дорогой в содержании – на втором месте королевский дом Нидерландов. С незапамятных времен династия Аранских славилась тем, что никогда никому не отдавала долгов и не платила по счетам. Третье место удерживает королевская семья Норвегии. Впрочем, ее расходы по сравнению с лидером рейтинга вдвое ниже. Дешевле всех обходится монархия Испании. И все же есть вещи, которые за деньги не продаются, и кризисы в личных отношениях переживают порой острее, чем экономические встряски. Последние можно предотвратить, если обладать необходимой информацией. До встречи через месяц, и мы вновь поговорим просто о налогах. Редактор субтитров А.Семкин